Это один из самых современных алюминиевых заводов в мире. Он находится в китайской провинции Хэнань и был построен в рекордно короткие сроки, всего за 10 месяцев. Его построила компания Vimetco, один из ведущих производителей алюминия в мире. Мы – Vimetco, компания, которая входит в десятку ведущих мировых производителей алюминия. У нас есть предприятия в Европе, Китае, а это самый быстрорастущий рынок в мире, и в Африке, где мы недавно приобрели эпоксидовый рудник. Начнем наш рассказ с Китая. Итак, город Гуньи, провинция Хэнань, в центральной части Китая. Здесь находилось место отдыха императоров из династии Сун. В Гуньи расположена штаб-квартира нашей дочерней компании группы Хэнань-Юлянь-Энерджи. В группу Юлянь входят три алюминиевых завода, находящиеся в Гуньи и Линьчжоу. На сегодняшний день производственная мощность этих предприятий – более 650 тысяч тонн первичного алюминия в год, а в ближайшей перспективе около одного миллиона. Сегодня наш завод в Гуньи является самым современным плавильным заводом не только в Китае, но и во всем мире. Здесь установлены уникальные, самые мощные на планете линии электролиза с силой тока 400 кА. Это примерно на треть выше, чем на большинстве современных заводов. Использование такого мощного тока позволяет нам значительно экономить электроэнергию, а также повышать экологичность производства. В 2008 году эта технология была впервые применена в промышленном производстве алюминия, именно на нашем предприятии. В 2009 году мы запустили еще один аналогичный цех на 400 кА. Таким образом, новый завод будет производить до 250 тысяч тонн алюминия в год. Увеличив производство первичного алюминия, мы можем сосредоточиться на более прибыльных видах продукции. В соседнем цехе располагается самое современное в Китае оборудование для отливки билетов и слябов. Мы закупили его у американской компании ВАКСТАФ, признанного лидера в производстве литейных систем для алюминиевой промышленности. Билеты и слябы, произведенные на установках ВАКСТАФ, считаются отраслевым эталоном качества. Впервые мы начали поставку слябов и билетов из сплавов алюминия. Изделия из сплавов намного сложнее в производстве по сравнению с чистым алюминием, но и добавленная стоимость здесь намного выше. Рабочие, обслуживающие новое оборудование, прошли долгосрочную стажировку на нашем предприятии в Европе. Еще одна наша гордость – новейшее оборудование «Проперцы» для производства проволоки. Оно было установлено в мае 2009 года, и сейчас мы проводим его наладку и обучение персонала с участием итальянских специалистов. Уже получены первые тестовые партии продукции. Такого оборудования нет ни на одном другом заводе в Китае. Производство алюминия – очень энергоемкий процесс. Именно поэтому к дополнительным цехам нужны дополнительные электрические мощности. В 2009 году мы завершили строительство третьего энергоблока нашей ТЭЦ на 300 мегаватт, что позволило нам остаться полностью энергонезависимыми даже при большом росте производства. Непрерывное развитие экономики Китая побуждает нас развиваться ускоренными темпами. Неподалеку от Гуньи, в городе Линьчжоу, мы завершаем строительство еще одного завода, благодаря которому мы сможем еще больше нарастить объемы нашего производства в Китае. Еще год назад здесь было поле. Сегодня в этих цехах завершается монтаж электролизных ванн, и завод будет запущен до конца 2009 года. Его планируемая мощность – 250 тысяч тонн первичного алюминия в год. Рядом, совместно с государственной компанией Датанг, мы начали строительство электростанции. Двух энергоблоков мощностью 300 мегаватт каждый. Общие объемы производства алюминия в Китае уже достигли 15 миллионов тонн в год. В 2009 году наша объединенная группа произведет около миллиона тонн. Мы являемся одними из ведущих производителей в Китае. В 2007 году мы успешно провели IPO в Лондоне. Представленный тогда бизнес-план предусматривал удвоение объемов выпалки алюминия к 2011 году. Теперь мы можем объявить, что эта цель будет достигнута уже к концу 2009 года. Подождите, все это звучит впечатляюще. Но не могли бы вы объяснить, в чем заключается ваша стратегия роста? Во-первых, вертикальная интеграция. В наших руках находится вся производственная цепочка, начиная с бокситов, глинозема, угля и электричества, и заканчивая продукцией с высокой добавленной стоимостью из алюминия. Во-вторых, наша стратегия включает постоянную модернизацию. Наконец, мы предлагаем широкий ассортимент товаров, ориентированный на потребности наших покупателей. Лучше всего показать все это на примере «Алро», нашего дочернего предприятия в Румынии. «Алро» – это крупнейший производитель алюминия в Восточной Европе. «Виметка» приобрела эту компанию в 2002 году. С тех пор мы неустанно вкладываем деньги в программу по переоснащению и модернизации производства. Вот лишь несколько фактов. Снижен рост энергии до 13 500 кВт-ч на тонну алюминия. Это более чем на 10% ниже среднего по отрасли расхода энергии. 20 лет назад в близлежащих домах постоянно отключали свет, потому что заводу не хватало электроэнергии. Теперь же мы усовершенствовали электролюзеры и повысили их КПД. Причем большинство электролюзеров были модернизированы без остановки производства. При помощи компании «Пешене» мы модернизировали наш анодный завод. Купили «Вибропресс» очень известного производителя, компании «Атакумпу». Для системы дозирования и автоматической системы подачи электроэнергии тоже было использовано самое современное оборудование. В литейный цех установили прокатный стан и оборудование для охлаждения слябов компании «Вакстав». «Вакстав» — это «Мерседес» в алюминиевой промышленности. Мы считаем, что это лучшая технология из всех, что есть на рынке. Хорошо, а как насчет экологии? Всем известно, что у металлургических предприятий много вредных выбросов. Как с этим боретесь? Это как раз один из наиболее заметных результатов модернизации. Например, наше новое газоочистительное оборудование задерживает до 99,7% ТОРа, газа которой выделяется при плавке. Кроме того, мы значительно повысили контроль за жидкими и твердыми отходами. А вообще, наши внутренние экологические нормы строже, чем приняты в Евросоюзе. Спасибо. Ну, вы, кажется, собирались рассказать о широком ассортименте, ориентированном на потребности покупателей. В сентябре 2008 года мы запустили еще один литейный стол «Вакстав», производящий круглые слитки диаметром 12 и 13 дюймов. На данный момент мы производим круглые слитки любого диаметра — от 6 до 13 дюймов. Кроме того, производим самые разные виды листов, полос, лент и пластин из всевозможных сплавов. Мы постоянно стараемся разнообразить ассортимент, ориентируясь на потребности рынка и предлагая то, что пользуется повышенным спросом. Наша система менеджмента уже соответствует стандарту ISO 9100. В сентябре 2008 года мы получили аккредитацию в NETCAP. Это программа стандартизации и аккредитации производителей в аэрокосмической и военной промышленностях. Мы намерены сделать акцент на поставках для авиационной промышленности. Авиакосмическая промышленность — это здорово. А как насчет уже имеющихся клиентов? В прошлом году, после Пасхи, наши потребности значительно превысили прогнозируемые, и несколько раз «Алро» серьезно выручил нас дополнительными поставками. В 2004 году началась программа модернизации, которая называется «Алро Голден Статус». Мы внедрили ERP-систему, что позволило оптимизировать внутренние и внешние процессы. В конечном итоге нам удалось удвоить нашу производительность. Давайте еще раз посмотрим на схему нашей стратегии. Мы повысили эффективность здесь и здесь. И теперь пришло время обратить внимание на бокситы. Мы в Африке, республика Сьер-Леоне. Летом 2008 года компания «Виметка» приобрела здесь бокситовый рудник. Предварительно оцененные запасы бокситов здесь составляют 31 миллион тонн. Каждый год здесь добывается 1,2 миллиона тонн. Этого достаточно, чтобы обеспечить сырьем наш глиноземный завод в Румынии «Алюм», который был открыт в 2009 году после реконструкции. Добываемые здесь бокситы очень хорошего качества. Поставки начнутся в конце 2009 года. Мы удачно расположены, отсюда недалеко до Европы. Так что с точки зрения стратегии этот рудник имеет большое значение. Кроме того, в других районах континента есть и другие значительные месторождения, например, в Гвинеи. Не исключено, что в будущем они заинтересуют «Виметка». После того, как эксплуатация рудника заканчивается, мы засыпаем шахту, восстанавливаем почву и засаживаем площадку деревьями кешью, после чего передаем эти земли в распоряжение местных общин. Еще один вид сырья – электричество, которое в больших количествах необходимо для производства алюминия. В Китае, прямо рядом с заводом, у нас есть собственные электростанции мощностью примерно в 1000 мегаватт. Теперь мы полностью обеспечены электроэнергией. Тем не менее, в настоящее время здесь ведется строительство дополнительных мощностей по выработке электроэнергии. Мы уделяем не меньшее внимание энергетической безопасности и на нашем заводе в Румынии. А как насчет потребностей в квалифицированном персонале? Разве люди не важнее для бизнеса, чем сырье или новейшие технологии? Мы постоянно обучаем наших сотрудников. У компании «Алро» 40 лет опыта работы в области производства алюминия и литья. Мы используем этот потенциал знаний для обучения сотрудников в Китае. Кроме того, мы учредили стипендии для студентов, изучающих инженерное дело и химию, а менеджеров отправляем в известные бизнес-школы для прохождения программы обучения MBA. Итак, мы коротко познакомили вас с нашей компанией. Вы увидели, как мы работаем, как быстро растем, обеспечиваем себе ресурсную базу, модернизируем производство, расширяем ассортимент и добиваемся высочайшего качества. Но это не самое главное. Важнее всего то, что мы любим нашу работу. И мы уверены, что только искреннее и страстное отношение к своему делу по-настоящему приносит пользу обществу, клиентам, сотрудникам и инвесторам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok